МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Один из банков заблокировал счет карагандинской фирмы. О причинах банкиры не говорят. Страдают от этого рабочие, которые не могут получить свою заработную плату. Мальчик все выдумал. Он не живет на крыше. Однако его мать все же лишат родительских прав. Ювенальные полицейские провели расследование по поводу нашумевшего видеоролика. Работа темиртаусской станции ТЭЦ-2 находится под постоянным контролем. А жители поселка Саяк в скором будущем будут обеспечены питьевой водой. В региональной службе коммуникации провели очередной брифинг. Уже второй месяц работники одной из карагандинских фирм не могут получить заработную плату. Руководство компании и рада бы выплатить деньги. Да банк заблокировал счета. В чем дело, попробовали выяснить наши журналисты. Виктор Шевчук работает в компании Азиатранзит ПВ с весны этого года. Трудоустроился здесь из-за зарплаты. Но вот уже месяц, как он не может получить свои кровно заработанные деньги. В подобной ситуации оказались все сотрудники фирмы. Положение многих усугубляет наличие кредитов. А в этом месяце у меня уже на подходе кредит, я не знаю, чем его выплачивать. Если не выплатят нам зарплату, я, во-первых, теряю репутацию в этом банке. У меня идет просрочка в этом банке. Во-вторых, у меня двое детей, один из них инвалид. Мне надо, я живу в частном доме, я думал в этом месяце завести уголь. Ну, не знаю, за какие деньги мне это все, кредит платить, уголь завосить. Денег не платят. До этого месяца все было нормально, но в этом месяце я уже не знаю, голова кругом идет. За разъяснение мы отправились к руководителю фирмы. Алия Кусейнова пояснила, что и рада бы выплатить зарплату, но счет в банке заблокирован. А заблокирован он в связи с расследованием уголовного дела. Мы работали очень хорошо, банк очень хороший, но 20 октября произошла блокировка интернет-банкинга. 23 октября, это понедельник, нашими юристами был отправлен запрос. Вот он, этот запрос со штампинга банка о причинах блокировки интернет-банкинга. Но этот вопрос никто не ответил. Девочки из группы говорят, что комплайс-контроль заблокировал, что это стандартная операция. Я обратилась к директору банка Серикову, он объяснил, что действительно комплайс-контроль имеет право, согласно закону о финансировании терроризма, противодействии финансированию терроризма, блокировать счета для проверки. Я спросила, какие документы необходимы для того, чтобы предоставить, для того, чтобы проверили мою компанию. Моя компания 2006 года работает, имеет положительный опыт работы. Мы работали на тендерах, на экспортно-импортных операциях. Но банк так и не ответил. Никакие документы он меня не запросил. Что это за проверка, когда она закончится? К сожалению, этого нам выяснить не удалось. Представители банка всю информацию прячут, прикрываясь пресловутой банковской тайной. Руководители фирмы написали жалобу в Национальный банк Казахстана, регулятор деятельности банка второго уровня. Ответа пока нет. А тем временем без зарплаты сидят не сытые банкиры, а простые работяги. А если вот эту проблему подлится, что вы будете делать дальше? Без понятия. Пока я даже не знаю, что думать. Надеемся, может быть, что-то как-то разрешится этот вопрос. Андрей Тенн, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. Департамент по чрезвычайным ситуациям распространил штормовое предупреждение. 3 ноября в Карагандинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. Туман, гололед, возможно, метель. В связи с этим населению рекомендуем быть бдительными, следить за информацией об изменениях погоды, одеваться соответственно погоде. Рыбакам при штормовом ветре не рекомендуется выходить на водоемы, также раздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды. Мать шестилетнего мальчика, которого обнаружили одного во дворе Пришахтинска, могут лишить родительских прав. Сотрудники ювенальной полиции Кировского отдела провели расследование по фактору, распространенной в видеозаписи в социальных сетях. Ты один здесь, да, на крыше живешь? Ни полиция, ни кто тобой не занимается, ни соцопеки, ни чьи, да? Как тебя зовут? Ван. Иван. На кадрах любительской видеосъемки шестилетний мальчик Ваня. Сердобольный жительнице Караганды он рассказал, что его отец умер, а мать находится в местах заключения. Сам он живет на крыше. Однако эта информация не соответствует действительности. Сотрудники ювенальной полиции установили, что мальчик воспитывается в неполной неблагополучной семье. Тридцилетняя мать мальчика пояснила, что имеет четверых детей и проживает в съемной квартире. Отец мальчика проживает отдельно. В настоящий момент рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав. Ребенок живет... Итоги проведенной внеплановой проверки в Управлении сельского хозяйства по выявленным просрочкам при оказании государственных услуг обсудили на заседании межведомственной рабочей группы. Кроме того, участники группы заслушали отчет руководителя аппарата Акима Бухаржиралского района. Самое низкое качество оказания государственных услуг в Бухаржиралском районе отмечается в отделе земельных отношений. Это отметила руководитель аппарата Акима района. Вину полностью возложили на руководителя отдела земельных отношений. За срыв сроков оказания государственных услуг руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Выявлено нарушение именно на выдачу разрешения использования земельного участка для искательских работ и выдача решения изменения целевого назначения земельного участка. У нас выявлено три факта нарушения. В первом квартале два раза мы проводили внутренний контроль. За это наш руководитель отдела земельных отношений будет предупрежден на применении мер дисциплинарного характера. Вместе с тем у нас в этом квартале имеется 24 срыва срока оказания государственных услуг. Нами эти просрочки мы видели. Неоднократно мы работали с ТОНом, но неоднократно на наши служебные записки данный руководитель не реагировал. Мы неоднократно были направлены записки Акиму района о привлечении дисциплинарной ответственности данного руководителя. Также выяснилось, что в этом отделе выявлено более 20 нарушений. Члены межведомственной группы высказали свое мнение. Ухажрауски, мы выезжали, тоже смотрели. Я слышу все эти нарекания, я слышу жалобы, пожелания. И вот эти 25 фактов, я считаю, это очень серьезное замечание, поскольку это не просто факты, это за ними же люди. Люди, которые, исходя из этих фактов, дают оценку в целом государственным инструкторам, а не конкретно этому человеку, который запустил их нарушение. Вот, возможно, его там за документами и не видно, что это было именно совершено. Но в целом-то люди думают плохо обо всем государственном аппарате, который не справляется со сроками. Поэтому я считаю, здесь нужно самым жестким образом подойти к ответственности. Стоит также отметить, что в нынешнем году зафиксировано в три раза больше фактов нарушения правил оказания государственных услуг по сравнению с таким же периодом прошлого года. 300 фактов в этом году против 100 в прошлом. На заседании межведомственной группы также обсудили итоги мониторинга в отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства Актугайского района и не обошли вниманием итоги внеплановой проверки в областном управлении сельского хозяйства по выявленным просрочкам при оказании государственных услуг. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Отопительный сезон в Карагандинской области проходит в штатном режиме. Однако работа тимиртаусской станции ТЭЦ-2 по-прежнему находится под пристальным вниманием областных властей. На очередном брифинге в региональной службе коммуникации обсуждалась деятельность областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 52 миллиарда тенге было выделено в этом году на подготовку Карагандинской области к новому отопительному сезону. Это данные по всем теплоисточникам, инженерным сетям, а также суммы из всех источников финансирования. На специальном брифинге руководитель управления энергетики и ЖКХ отметил, что в нынешнем году потрачено на 7 миллиардов тенге больше, чем в прошлом. Однако проблем избежать не удалось. На особом контроле находится работа тимиртаусской ТЭЦ-2. Необходимо отметить, что в текущем году объем ремонта более чем в два раза превышает годовые объемы прошлых лет. За последние три года на станции в капитальном ремонте было не более одного котла. В этом году предусмотрено два капитальных и один средний ремонт котельного оборудования. Необходимо отметить, что котельное оборудование станции эксплуатируется больше 20 лет без существенных капиталовложений. Поэтому в соответствии с поручением Акима области, руководством Арселор Миттл Тимиртау прорабатывается вопрос привлечения заемных средств на реконструкцию и модернизацию ТЭЦ-2. В целом отопительный сезон в Карагандинской области проходит в штатном режиме и находится под постоянным контролем. Водоснабжение так называемых малых населенных пунктов – это одна из главных коммунальных проблем Карагандинского региона. К примеру, прошедшим летом ситуация с водой в поселке Саяк настолько довела местных жителей, что доходило до драк во время раздачи воды. Кайрат Бегимов сообщил, что в этом году выделены деньги на проведение поисково-разведочных работ в районе поселка Саяк. На сегодняшний день пробурено 22 скважины в радиусе 15 километров. И уже по предварительным данным подтвержден дебет порядка 19 литров в секунду. При потребности для населенного пункта Саяк, по-моему, 3,5 тысячи населения, необходимо 7,8 литров в секунду. То есть дебета достаточно. Но заключение итоговое будет только на следующий год в августе. Вместе с этим на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из областного бюджета выделены средства в сумме более 300 миллиардов тенге для четырех субъектов естественных монополий. За счет этих субсидий решается проблема обеспечения питьевой водой по приемлемым ценам 33 населенных пунктов. Андрей Дэнзо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Браконьер с туши дикого животного, предположительно Сайги, был задержан сотрудниками природоохранной полиции совместно с инспекторами Охотзоопром. Данный факт зарегистрирован по статье Уголовного кодекса «Незаконная охота». 30 октября при проведении рейдовых мероприятий по охране растительного и животного мира на территории Нуринского района в 60 километрах от села Щербаковское в степи был задержан 52-летний житель поселка Атасу, который незаконно охотился на Сайгака. Мужчина ездил по степи на мотоцикле без государственных регистрационных номерных знаков. У мужчины при осмотре были изъяты туши дикого животного, нож и мотоцикл. Мужчина признался, что увидел в степи раненое животное, которое зарезал и повез домой. Сотрудниками Рудоохранной полиции, совместно с сотрудниками Охотзакон при проведении оперативных рейдовых мероприятий задержана автомашина под управлением 52-летнего жителя Атасу. При осмотре машины обнаружены изъяты туши Сайги. На сегодняшний день по данному факту возбужденного уголовного дела по статье 337, частью 4-го уголовного кодекса Республики Казахстан назначены соответствующие экспертизы, проводятся расследования. Еще в 2006 году на 12-й сессии Ассамблеи народа Казахстана глава государства выдвинул инициативу о переходе казахского алфавита на латиницу. Затем уже в стратегии «Казахстан-2050» лидер нации озвучил объективную необходимость приступить к переходу алфавита на латиницу с 2025 года. Сегодня во всех кругах общества обсуждается языковая реформа. О своем отношении к латинице высказались жители Караганды. Я считаю, что правильно, потому что все развитые страны пользуются алфавитом, латиницей, пользуются, и я считаю, что это нормально, поддерживаем. Положительно, положительно отношусь, какая будет, к мировому уровню будем уравняться. Да, наверное, поддерживаю, потому что это правильно. Я не знаю, тут, конечно, как в школе дети будут перечить язык наш родной. Знаете, вопрос такой очень интересный и тяжелый. Сразу не ответишь на него. В принципе, нормально. Почему бы и нет. Поддерживаю? Да. С 1 ноября нынешнего года запущен пилотный проект по приему всех обращений через соны Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Целью проекта является сокращение времени отправки вместо прежних 3-5 дней до нескольких минут. Новый проект был презентован на специальной пресс-конференции. Жители Карагандинской области отныне могут обратиться в любой государственный орган через интернет. Пилотный проект, разработанный Генеральной прокуратурой и Государственной корпорацией правительства для граждан, стартовал в нашем регионе. Главная цель проекта – сокращение времени отправки. Разработчики уверены, что вместо прежних 3-5 дней время сократится до нескольких минут. Данный проект направлен на совершенствование механизма приема и подачи рассмотрения обращений. То есть граждане, придя в Центр обслуживания населения, в ближайшие, могут подойти к коннешн-поинт, называется уголок самообслуживания, где консультанты Центра обслуживания населения окажут всякую помощь по оформлению ЦПС, если отсутствует у гражданина, и поможет отсканировать обращение со всеми приложениями и направить его в необходимые госорганы по компетенции. Одна из основных особенностей этого сервиса в том, что для отправки обращения нет необходимости даже выходить из дома. Все операции можно провести на сайте электронного правительства. Необходимо лишь иметь доступ к интернету и электронную цифровую подпись. Человек, зайдя на ЕГО в портал, в правом углу имеется функционал электронное обращение, куда необходимо минимум кликов произвести. Самое главное вложить электронный документ, указать суть обращения, выбрать компетентный орган, куда он обращается, и перенаправить это обращение. С этого момента обращение автоматически поступает по электронной системе портала электронного правительства, за единую систему электронного документа оборота государственного органа. И государственный орган автоматически регистрирует это обращение и дает на рассмотрение по существу государственным службам. По статистике, подавляющее большинство обращений граждан связаны с социальными вопросами. Вопросами из жилищно-коммунального хозяйства и правопорядка. На все время действия пилотного проекта в ЦОНах будут работать специально обученные консультанты. Стоит также отметить, что всего два региона страны принимают участие в опробировании новой системы обращений. Вместе с жителями Карагандинской области новыми возможностями могут воспользоваться граждане Восточного Казахстана. Дополнительное образование детей – это необходимое звено в воспитании многогранной личности в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного образования в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении. Об этом шла речь на открытии республиканского семинара, посвященного развитию дополнительного образования в Казахстане. Примечательно, что семинар прошел в Карагандинском дворце детства и юношества, который в нынешнем году отмечает свой 75-летний юбилей. Эти годы складываются из жизни тех детей, которые пришли 75 лет назад. Они уже им 85, если в 10-летний возраст пришли. И складывается из судеб, биографии, педагогов, кто создавал этот дворец школьников. Директор учебно-методического центра развития образования Карагандинской области Гульсум Кужахметова отметила, что глава государства особое внимание уделяет развитию человеческого капитала. А без участия учителей сделать это невозможно, в том числе и без педагогов дополнительного образования. Дополнительному образованию сейчас нужно уделять еще больше внимания, потому что именно функциональную грамотность наших учащихся будет и развивает именно дополнительное образование. Сейчас управлением образования большая работа в этом направлении выстроена. Дополнительным образованием не только в таких организациях, но и в наших школах. Мы сейчас очень активно развиваем и робототехнику, и техническое направление, и туризм, и краеведение. Поэтому, я думаю, у нас есть с чем поделиться. В республиканском семинаре принимают участие более ста руководителей учреждений дополнительного образования со всей страны. Более подробно о своей работе участники рассказали на мастер-классах. Они отметили, что их главная задача – увлечь детей и подростков делами интересными, плодотворными, дающими широкие перспективы в будущем. Поэтому так важно умело использовать возможности дополнительного образования, благодаря которому ученик действительно получает возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой собственный образовательный путь. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова